Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые телезрители, YouTube-пользователи! Мы находимся в центре Сан-Геть. Меня зовут Майкл Мелехов. Рядом со мной сидит Джозеф Розенберг. Человек, экономист, финансист, благодаря которому огромное количество людей в городе Чикаго и за его пределами живут счастливо, спокойно. Я могу представить, как еще более количество людей, которые смотрят наши программы, будут жить еще более счастливо и финансово независимо. Если будут слушаться своего здравого смысла. Да, поскольку Джозеф Розенберг является президентом такого интересного клуба у нас в Чикаго, который называется Common Science Club или Клуб Здравого Смысла. Ну, а сегодня мы поговорим, точнее продолжим тему прошлую, о которой мы уже, в общем-то, об этом много говорили. Но вот сейчас есть такой момент интересный. Речь пойдет о кредитных карточках. И это очень важная составляющая нашей финансовой деятельности, поскольку мало кто сегодня носит в карманах то, что называется кеш или наличные. А в основном, сейчас и весь мир пользуется кредитными карточками. Но в Соединенных Штатов существует так называемый скор. Этот скор, который определяет кредитную способность каждого гражданина Соединенных Штатов. И в каком, так сказать, экономическом статусе он находится. Вот этот скор, вот эта оценка кредитных бюро, это очень серьезная вещь. И вот у меня, Джозеф, к вам вопрос. Первый вопрос такой. Ну, кредитные карточки, по-разному кредитные линии, но, в общем, общая стоимость составляет, там, чуть ли не триллионы долларов, правильно? Не чуть ли, а, если не больше, несколько триллионов. Несколько триллионов. Так вот, мы говорили о том, что кредитные карточки открываются не всем, а кредитные карточки открываются банками. Но, вот, у большинства все-таки людей не такой высокий кредитный скор, не такая высокая кредитная оценка. С чем это связано? Ну, давайте, скажем так, есть, я бы не сказал, что у людей низкий кредит скор. Дело в том, что подавляющее большинство людей пользуются кредитными карточками, скажем так, правильно, и пользуются, скажем, в том контексте, что им нужно. Но, тут возникает такое небольшое дело в том, что разница между тем, у кого людей хороший скор и отличный, она, в общем, так сказать, незначительная. Мы можем говорить, там, скажем, там, у человека 700 кредит скор, или 720, what's the big difference? Вот, но, практика показывает, что у тех людей, у кого отличный кредит скор, вероятность получить карточку в два или в три раза больше, чем тот, у которого просто хороший. Ну, все-таки, в чем-то есть разница, потому что кто-то платит вовремя, кто-то платит не вовремя, и вот в чем разница, как платить вовремя, что значит платить вовремя, что такое платить не вовремя? Карточки ведь открываются на какой-то определенный срок. Ну, когда мы говорим, что у людей хороший кредит или отличный, то все они платят вовремя. То есть, там, если мы говорим, иначе бы его не было хорошего. Иначе бы его не было и хорошего, да. Вот. Но секретов достаточно, я хочу остановиться только на одном, о котором, в общем, не говорят никакие издания, связанные с работой кредитной карточки. Я говорю о темпе выплаты кредитной карточки. Вот это очень важный момент, вот, который, ну, скажем, на который мало кто обращает внимания. Вот, например, если вы сняли какую-то сумму под 0%, вот, как в течение года вы ее будете выплачивать? Ну, полагаю так. Я тоже выплачиваю, мне тоже открывают карточки. Полагаю так, что логично выплачивать самый минимальный процент на первых этапах. Ну, а когда мы подходим к сроку выплаты, тогда увеличивать этот. Миша, вы абсолютно правы, и так поступает 90% населения, 90% тех людей, у кого есть карточки, вроде, пока я не плачу интерес, зачем мне обнулять деньги. Ну, заказчиков тут неправильного. С точки зрения, давайте скажем так, с точки зрения платежей ничего неправильного нет. Но с точки зрения, как оценивается ваш кредитскор, скорее всего, в конце вот этого периода времени, если он у вас был отличный, он у вас получится хорошим. Помните этот анекдот, что может ли женщина своего мужа сделать миллионером? Может, если он был миллиардер. Помню. Вот, та же самая ситуация. Да, то есть, окей, так в чем тогда проблема? Что тогда неправильно бывает? Давайте скажем так. Вы сделали, или там люди сделали правильно, неправильно все. Мы платили как нам удобно, а нам надо платить так, как хотел бы банк. А как хочет банк? Вот. Ну, то есть, давайте... А не хочется, чтобы мы выплатили раньше? Нелогично. Нет, 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 ни в коем случае. Банк заключил с нами контракт на год, и он хочет, чтобы в течение года, это было выплачено. Вот. Вопрос в другом, что, скажем, тот период платежей, которые, скажем, наши 12 месяцев, они построены примерно таким образом, ну, скажем, алгоритм контроля, что первые 6 месяцев банк вполне удовлетворит, если вы платите минимальный пеймент. Если вы платите минимальный пеймент, а потом карточку выплачиваете, я вам гарантирую, что в результате этих процедур ваш кредит все время будет только расти. Вопрос заключается... Вот я вам сейчас задам вопрос, а вот попробуйте, как вы мне ответите. А вот какой будет ваш пеймент на 7-м месяце? В вашей ситуации, когда вы говорили, что вы все будете платить до конца, он будет минимальный. А когда у вас на 7-м месяце минимальный пеймент, тут банк уже начинает считать, ага, до конца года осталось всего 6 платежей. Если он будет платить минимальный, где вероятность того, что он выплатит его до конца? То есть, вы хотите сказать, что банк не знает наших намерений? Он полагает так, что исходя из истории... Он не знает наши возможности, скажем так. Возможности, не знает, да. И получается так, что начиная, если мой 7-й платеж такой же, как 6-й, уже банк начинает зажигать red flag. То есть, речь идет... Еще раз я хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что речь идет не о выплатах, мы можем выплатить, а речь идет сейчас о так называемой кредитной оценке или credit score. Благодаря которой мы какой-то вес имеем в нашем социуме, правильно, там, где мы живем. И вот для повышения нашего кредитного скора, нашей кредитной оценки, логично, скажем, разбить эту сумму не по минимальным пейментам, а, скажем, на 12 частей. Такой вариант был бы хорош? Это был бы хорош, но я еще раз говорю, банк, в принципе, начинает это отслеживать только со второй половины года. То есть, ваша рекомендация, получается, мы можем, да, платить минимальный пеймент первые полгода, но дело в том, что... Начиная с седьмого месяца, ну, допустим... Оставшуюся сумму мы делим на 6. На 6, совершенно верно. Вот если у меня после 6 месяцев остался долг в 12 тысяч, то мне надо эти 12 тысяч разделить на 6, значит, я должен 2 тысячи каждый месяц платить. Окей. Такой теперь вопрос. Ну, все зависит от наших финансовых возможностей. Это же правильно, верно? Допустим, наши финансовые возможности не позволяют нам, тем не менее, выплатить эту сумму в течение года, что происходит на 13-м месяце. Ну, на 13-м месяце надо застрелиться. Шутка. Значит, давайте скажем так. Одна из типичных ошибок, которые приводят потом... Это, вот знаете, как снежный ком. Вроде бросил снежок, что там... Там через какое-то время он превратился в такой комочек. Я с ним тоже могу как-то оперировать. Но когда он превратился вот в такой там кусок там снежной бабы, я уже ничего не могу сделать. Поэтому первое и главное, что когда мы загружаем кредитную карточку, у нас уже должен быть план, как мы ее выплатим. Понятно. То есть то, что называется профилактикой. Секунду, секунду. Не-не-не, это просто дисциплина, это не профилактика. Так вот, я правильно понимаю, что если через 6 месяцев мы знаем, что мы не можем наши платежи поднять до уровня, который бы банк удовлетворил, значит, на 6-м, на 8-м месяце мы его должны выплатить хотя бы за счет лимита другой карты. Вот если мы вот этот сценарий соблюдаем, у нас кредит всегда будет расти, не будет падать. У нас всегда будет возможность получать новые карточки под нулевой процент, и всегда наш потенциал, ну скажем, возможности себя финансировать будет на самом высоком уровне. Вот вся простая идея. Условно говоря, мы платим, открыли карточку, платим какой-то минимальный платеж. Подходит дело к 6-му месяцу. Мы открываем вторую карточку под нулевой процент, да, и начинаем платить уже оставшуюся сумму первой карточки, да, за счет второй карточки. Это что вы сейчас сказали? Мы ее не поэтапно будем платить, мы ее полностью выплатим. Или полностью выплатим, да. Не-не, не или, а именно полностью выплатим. Полностью выплатим. Потому что и в этом случае тот банк, у которого мы первый год были заемщиками, отрапортует наверх, скажет, что ребята, я очень люблю Майкла Мелехова, он очень правильно платит. Надо отметить, что они будут правы. Я такие действительно очень вовремя плачу. Хорошо. Ну вот, вот это, собственно, и вся мысль, которую мы сегодня хотели объяснить, потому что я могу сказать, что вот эта практика, когда люди ориентируются только на свои интересы, даже в конечном счете выплачивая полностью, она иногда убивает кредит. У меня был клиент один, он огорчился до безобразия. Он говорит, я прогнал его кредитную историю, и я увидел, что человек более чем за 30 лет не сделал ни одного late payment. Да. То есть ни разу не опоздал? Ни разу не опоздал. У него был кредит 500. Почему? Потому что он постоянно платит карточки, постоянно их. У него никогда они не были выплачены полностью. Идея эта заключается в том, что мы не просто ее к 12 месяцу выплачиваем, а мы ее выплатили и отрапортовали нулевой баланс. Вот. Мы должны соблюсти условие, что в течение года мы ее должны выплатить. То есть он платит, получается, проценты все время? Нет. Он платил все время, все вовремя. Нет, вовремя, но после 12-го. Ты, вы говорите, он не выплатил ее, значит, он получает оплату. Это немножко тема другого занятия, другого раздела. Но, когда вы постоянно, вот, допустим, вы выплачиваете карточку каждый раз постоянно. Да. Каждый раз постоянно. Но если вы в какой-либо, в любой момент, если вы прогоните кредит-репорт, вы вдруг с удивлением увидите, что у вас на этой карточке висит баланс. Это мне постоянно говорят клиенты, говорят, как? Так, я выплатил эту карточку, не может быть. То есть надо проверять? Может быть. Нет. Просто от той, ну, скажем, сегодня вы получили билл там на 1000 долларов. Вы, как дисциплинированный человек, выписали чек и послали. Через сколько банк получит ваш чек? Через 2-3 дня. Через 2-3 дня. Значит, он сразу его запустит в операцию? Нет. Скорее всего, он соберет это вместе и отправит в этот банк все эти чеки, чтобы ему прислали деньги. То есть не надо ждать с последнего дня? Ну, ну, ну. Значит, на это ушло еще 2 дня. Потом 2 дня ушло туда. То есть от того момента, когда банк вам выписал билл, до того момента, пока он получит деньги, проходит примерно 2 недели. За эти 2 недели, вы же карточкой пользовались? Да. Пользовались. И поэтому, когда банк получил, скажем, вашу 1000 долларов, на ней баланс уже не 1000, а 1200. Поэтому там никогда до ноля не доходит. Понятно. Вот в чем дело. Ну, хорошо тогда, в общем-то, мы свою задачу на сегодня выполнили. Да. Значит, надо следить за тем, чтобы либо выплатить карточку в течение там 80 месяцев, либо, начиная с 6 месяца, явно показать банку, что у вас есть возможность ее выплатить до конца полностью. Вот если мы эти условия будем соблюдать, вы себе, по крайней мере, в этом аспекте не сломаете кредит. Ну, наверное, это действует положение не только на территории Соединенных Штатов, а, наверное, это действует везде. Это банковская система так стандартно работает, потому что... Просто не все об этом... По большому счету банк дает вам свои деньги. Ну, я не знаю, для людей из бывшего Советского Союза все еще сидит в голове, вот это что, банк, это что-то такое фигуральное. Но банк – это я. Вот если вы ваши деньги положили в честь, допустим, или там в Ситибэнк, а кто-то открыл карточку, этот человек начал пользоваться вашими деньгами, потому что ваши деньги в этом банке. Понятно. И я не хочу давать деньги тому, в лояльности которого я не уверен. Каким образом я могу это проверить? Кредит скоро. Ясно. Хорошо. Дорогие друзья, с нами был Джозеф Розенберг, президент клуба «Здравого смысла». Был, есть и будет, есть. И будет, да. Я не успел закончить, но это он был, да, сегодня, но он будет, да, в следующей нашей передаче, о чем мы будем вас информировать, какая будет передача. И, дорогие друзья, наши телефоны, телефоны Джозефа и почтовые почты, электронные почты вы видите на ваших экранах. Задавайте вопросы, Джозеф или я, всегда будем рады вам ответить. В завершение, во-первых, спасибо вам за вопросы. Я думаю, что одну из наших следующих передач мы как раз посвятим просто ответом на эти вопросы. Договорились. Потому что их уже набралось достаточно много. Спасибо за внимание. Да, спасибо вам. Продолжайте пользоваться нашими, так сказать, адресами для того, чтобы задавать вопросы, а мы постараемся быстрее на них отвечать. Да. Хорошо. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»